Я освящаю всякого человека, ведущего мирно, знамя Суна, Свет лица Твоего. Давним ужем свет неприступный, исправив стопы наших деланью заповедей Твоих, молитвами причистия Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. С правой бои будет победительная, яку из лавшихся от злых. Благода вселенная восстанавливает тирами Твоей Богородице. Но я, поимущая державу непобедимую, от всяких настрельствовать и забертишь. Радуйся, небеса и небесная. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и притс на и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. Господи истинный Бог наш, молитвами причистия Своей Матери и всех святых. Помилуй ты, спаси от нас, яка благо человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 6 глава. Свобода, которую обещает Иисус Христос и верующий в Него, имеет более глубокий характер, нежели свобода, культивируемая в этом мире. Господь учит о подлинной свободе, на фоне которой все остальные виды свободы не являются истинными. Это, однако, не означает, что свобода поступков, юридическая или политическая, свобода, не имеет никакого значения. Господь говорит, что настоящая свобода находится внутри человека. Получить внутреннее освобождение человек может только через веру в Него. Истина делает свободным. Истина, которой есть сам Бог, явившийся во плоти. Тут можно задать вопрос, как же с теми людьми, которые верят в Бога, но не принимают Иисуса Христа, как Сына Божия? В Евангелии на это дан ответ. Многие иудеи, не принимая Христа, утверждают, что верят в Бога, в Которого верил Авраам и другие правоцы. Но Господь обличает непринимавших Его. Кто из вас обличит меня в грехе? Если я говорю истину, почему не верите мне? Евангелие Теана, 8 глава. Истина, верующий в Бога, в Которого верил Авраам по слову Иисуса Христа, верит Ему. История подтверждает, что неверие посланникам Божиим приводит к убийству всех Его пророков, а потом и Сына Божия. А для верующего Богу нет оснований отвергать Иисуса Христа. Чтобы стать свободными, Господь призывает верующих пребывать в Его Слове. Оставаться в Слове Христа означает полностью довериться Его Слову, сохранять Его Слово и крепко держаться за Него. Через слышание позволить силе Его Слова действовать, а также подчиняться Его Слову. Такое пребывание в Слове означает быть учеником Христовым. И тут же Господь обещает, что следование за Ним позволит верующим познавать истину. Истина познается только через веру. 6 глава Евангелия Теана. Как бы люди не хотели или не пытались познать истину, есть для этого только один способ – вера Богу. Через познание истины Господь обещает свободу. Иудеям было трудно понять, что за свободу Он им обещает. И тогда Иисус отвечает им, истинная свобода – это свобода от греха и смерти. 8 глава Евангелия Теана. О свободе, которую дарует Христос, подробно говорится в посланиях апостолов, послания апостола Иакова, первое Петра, второе послание Петра. В послании к Галатам апостол Павел призывает христиан, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Пятая глава Галатам. Здесь под свободой имеется в виду не только свобода от закона Моисея, обрезания, но речь идет также о внутренней свободе сердца, способного не зависеть от ложных божеств – это денег, власти, карьеры, пристрастий и прочее. Когда сердце человека зависит от бесконечного Бога, тогда человек остается свободным от конечных, временных и относительных благ, властей, авторитетов. Как точно и кратко выражено в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, Господь призывает человека к покорности Богу, чтобы таким образом стать свободным для любви к ближнему. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Послание к Галатам 5 глава. Как видим в Священном Писании, Бог говорит нам об истинной свободе, которая имеет для человека существенное значение. Этой свободы, как и истинной веры, настоящей любви никто не может у человека отнять. Аминь. Кто к Исподи готовился, оставайтесь с миром Божиим. КОНЕЦ КОНЕЦ